Александр Николаевич Костромин Следующий парусах Розенштерна, там следующие серии совсем другие, посвящены океанским плаванием, подводным погружением, разных странам, и не все так мрачно, как в материке, а так вообще уже после того, как этот сериал, а он не был, конечно, завершен, потому что все кончилось, деньги, силы, это как ремонт, его нельзя завершить, можно прекратить. Вот, я тут такой стишок написал. Мерцает отражение травя в весенней мойке облачная вата. Снимаю фильм про самого себя. Смешно, конечно, но и простновато. Припоминаю прежнее житье, Васильевский и линия седьмая. Гремит оркестров медное литье, обозначая праздник первого мая. Поет гудки в невидимом порту, Суля судам счастливую дорогу. И вкус лимонной корочки во рту Слабеет, исчезая понемногу. Потом блокада, орудийный гром И дистрофии черная зараза. Мой старый дом сгорел в сорок втором. Я с той поры здесь не бывал ни разу. Я прожил жизнь вдали от этих мест. О прошлом забываю постепенно. Зачем вхожу я в старенький подъезд, Ступая на знакомые ступени. Зачем смотрю в забытое окно в чужом дому, Смущенный и неловкий. Соседи переехали давно. Кто на Смоленке, кто на Пескаевке. Чупят бомжи под окнами в саду. Входная дверь клеенкаю обида. Я ничего теперь здесь не найду. Из детского утраченного быта. Не наводи, приятель, объектив. Не разрывай мне душу, канонада. Вторично в реку времени войти я не могу. То это и не надо. Пятьдесят девятый год. Игарка. У крутых дом зеленая вода Летят на юг, перекрикались птицы. А я иду по деревянным городам, Где мостовые скрипят, как половинцы. А я иду по деревянным городам, Где мостовые скрипят, как половинцы. Над крышами картофельных дымов Висят на окнах синие метели. Здесь для меня дрова дорублены впрок. Здесь для меня постелены постели. Здесь для меня дрова дорублены впрок. Здесь для меня постелены постели. Шумят кругом гремучие леса И стали мне до кучки вы нестрадны Моих товарищей бездешних голоса Их городов асфальтовых страны Моих товарищей далеких голоса Их городов асфальтовых страны В тех странах утеплища весна Плывет цветов замысловатый запах Но мне ни разу не привидится во снах Туманный запах, неверный дальний запах Но мне ни разу не привидится во снах Туманный запах, неверный дальний запах Никто меня не вспоминает там Моих товарищей совсем другой снится А я иду по деревянным дорогам, Где мостовые скрипят, как половицы. А я иду по деревянным дорогам, Где мостовые скрипят, как половицы. Ветер злее, и небо ниже, На границе двух эпох. Вся я доблесть в том, что выжил, Что от голода не сдох, Что не лег с другими рядом В штабеля замерзших тел, Что осколок от снаряда Мимо ухо просвистел. Мой военный опыт жалко В зиму сумрачную ту. Не гасил я зажигалок, Не стоял я на посту. Вспоминается нередко Черно-белое кино, Где смотрю я семилетко В затемненное окно. Вой снаряда ближе, ближе До убежищ далеко. Вся я доблесть в том, что выжил, Выжить было нелегко. Колыбельная на три такта, От летающий ста и крик. Вспоминаешь про детство такта, Это значит, что ты старик. В календарь и на паспорт крянька, Вспоминая далекий год. Эту песню не громко, нянька, Над тобою ночью поет. Эту песню не громко, нянька, Над тобою ночью поет. До военной бодрой марши, Молодая шумит листва, Солнце красной косынкой машет, Уплывая за острова. Там костюмы иной эпохи, Там газеты вслед беду, И оркестр глухие вздохи, В соловьевском слышном саду. И оркестр глухие вздохи, В соловьевском слышном саду. Колыбельная на три такта, Возвращает меня назад, На родную мою этапу, В мой потянутый Ленинград. Там поюгает спящий юга, Там ворозная береза. Обними же меня, подруга, И в мои загляни глаза. Обними же меня, подруга, И в мои загляни глаза. Ты лишь вексиль, залива, На военных забытых лет, И зеленое пламя взрыва, И прожектора дымный свет. И когда по ночному тракту Я отправлюсь к себе домой, Колыбельная на три такта, Где вдогонка негромко спал. Колыбельная на три такта, Надо мною негромко спал. Чем моложе, Тем менее смерти боишься, Потому что силен, Потому что здоров. Из дома опять убежать, Доровившись под зеленый, С поющими птицами кров, И опасность манит Нездоровым азартом, Испытанием нервов овось не помру. Я сижу и считаю таблетки, На завтра с бестелесной партнершей, Кончая игру. Для чего был азарт этот в юности нужен, Когда в рязке бездонной Тонула нога? Для чего я дразнил разъяренного мужа, Вынимавшего пьяной рукой нога? Для чего под волной, Что ломала на стройке, Закрепляла какую-то шлюпку, дурак? Я сижу у стола, Пожилой и нестойкий, И поступки свои не пойму никак, Сколько лет еще будет Испук этот длится На моем недалеком и зыбком пути. И смеются на снимках Веселые лица Тех друзей, что не дожили до тридцати. Промозглой плед, Ледоход, ледолом, Померзлой земле, Мы идем за теплом, За белым металлом, За синим углем, За синим углем, До садминным рублем, За белым металлом, За синим углем, За синим углем, До садминным рублем. И как днем зоясь, И ночи весна, По нашей усоли приходит весна, И каша без соли, Пуста и пасна, И наша совесть чиста и честна, И каша без соли, Пуста и пасна, И наша совесть чиста и честна, Ровесник плывет, Рыбакам не вода, Ровесник огонит, Под камни вода, А письма идут, Неизвестно куда, А в доме, Где ждут, Неуместна беда. А письма не дут, Вчерашнего дня, Промоск в угле, Не доход, Не долон, По мёзлой земле, Мы идем за теплом, За белым металлом, За синим углем, За синим углем, Не за длинным рублем, За белым металлом, За синим углем, За синим углем, Не за длинным рублем. АПЛОДИСМЕНТЫ Ведь он так умру, различать ненаучен Незаметную грань между злом и добром. Всеми свечникам Боинг врезается в тучу, Покидая кренящийся аэродром. И считает земля, обращенная в ветер, Разрываясь пространство, летит в окон. По какому закону живу я на свете? Внучки в ветхом завете, а я ни в каком. Выбежали года, мне нисколько не жали. Лишь недавно я понял, лишенный волос, мой завет. Оставался на третьей скрижаре, Что с Синайской горы Моисей не донес. Я с ладони кормил заполярных оленей. На спине мои шрамы от ран на живых. Блудный сын, я припал бы к отцовским коленям, Только папы давно уже нету в живых. Справедлив земную, вывернув прочно, О молитвах забыв, что читал ему дед, Он лежит в ленинградской болотистой почве, Сохранившей до смерти партийный билет. Распадаются жизни непрочные звенья, И, как видно, причина тому непроста, Что не может рука совершить омовенье, И не может подняться она для креста. И боюсь я потомок печального лота На покинутый дом обернуться назад, Где мерцает звезда под крылом самолета, Возвещая о том, что приходит шаббат. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Когда метель за окнами шальная, Сверевствует порою, Иногда учительницу наших вспоминают Войною опаленные года. Она твердила по сто раз когда-то Голодным ленинградским пацанам Всегда любите родину, ребята. За что любить? Не объясняю нам. Был муж ее в тридцать седьмом расстрелян, а мать ее в блокаду умерла. Любите Родину, ведущую нас к цели, любите Родину и все ее дела. Она болела тяжело под старость, ушла ее седая голова. И все, что от нее теперь осталось, вот эти лишь наивные слова. Я к ней несу цветочки на могилу и повторяю по сто раз на дне. Любите Родину, покуда будут силы. За что любите вы, не объясню. Над Канадой, над Канадой, солнце низкое садится. Мне уснуть давно бы надо, отчего же мне не спится. Над Канадой, небо синий, меж берез, дожди косы. Хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой, небо синий, меж берез, дожди косы. Хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Там устала шепчет кримцер, и любовь заводит шашки. Празднит нас снежок апрельский, памятна солью домашний. Мне снежок, как не веселье, дом чужой, не новоселье. Хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Мне снежок, как не веселье, дом чужой, не новоселье. Хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня спятать, лужам солнечных пятна. Не спеши любовь обладать, подожди меня обратно. Хоть похоже на Россию, только все же не веселье. Над Канадой, небо синий, меж берез, дожди косы. Хоть похоже на Россию, только все же не веселье. Спасибо. Продолжение следует. 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 Около, 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 около лошади Испомните, пожалуйста, песни Системы Декарта И стихи, посвященные вашему отцу, скрипачи Да, вот в конце фильма «В поисках Ириша» Я стою на фоне стены, там кирпичный, в бывшем гетто посреди Минска И скрипач играет старинную народную еврейскую песню на скрипочке Это лучший скрипач, там, что я, там, театр Минска Я там читаю стихи в конце А песню спою сейчас, если что-то прочитаю За чертою оседлась и горькой Посреди белорусских болот В том местечке на лысом пригорке Где когда-то ютился мой род Где нужду и решения терпели Хуже не было их на Руси Иерархии жесткой ступени Разделяли отверженных сих И в конце этой чернии пыли На последнем ее рубеже Музыканты и нищие были Дальше нету ступени уже Не ищу себе предка дороже А хочу, чтобы в прошлых веках Затесался в родню мои тоже Оборванец со скрипкой в руках Я их вижу в худых и носатых Размышляющих о медиках В долгополых кафтанах В заплатах На высоких смешных каблуках В тех шинках моего воеводства Где играли они до зари И смотрели на них с превосходством Водовозы и золотари Помню с детства отцовскую фразу Кем угодно, но не скрипачем Как мне жаль, что я в жизни Ни разу, никогда не играл Ни на чем Стану я одиноким и старым И судьба приплетется за мной Как Бетховед в четыре удара Постучавший у двери входной В этот час, когда дверь моя скрипнет Я хочу умереть налегке Ощущая потертую скрипку В потерявшей подвижность руки Давайте отложим вчерашние планы До нового марта Дожди бездорожные и рыжие пламя Все семя деканта И в небе над буром Срываются звезды с привычного круга В осеннюю пору Любить уже поздно Сдыхает подруга И в небе над буром Срываются звезды с привычного круга В осеннюю пору Любить уже поздно Сдыхает подруга Заводим пробремя Мальчишеской прыти В леса и текан Кончается время Веселых открытий И новых романов Поймешь в холода Об этой любови, что кажется белой, А стала последней. Сырой, тревожной, для леса и поля, Порой облетание, Менять невозможно по собственной воле Среду обитания. Сырой, тревожной, для леса и поля, Порой облетание, Менять невозможно по собственной воле Среду обитания. Но жизнь не такая милая, желанная, замечу я робко Пока привлекает пустая поляна и полная стонка Пока мы под сердцем любовь эту носим, все ставим на карту И тихая скерца великой носим в системе Декарта Пока мы под сердцем любовь эту носим, все ставим на карту И тихая скерца великой носим в системе Декарта Спасибо. Ого. Так. Ну хорошо. Пожалуйста, расскажите об истории этой песни На Маяковской площади в Москве. Тут один режиссер может спросить, о ком вы думали, когда ее писали Ну, конечно. Все песни так или иначе имеют какие-то адресаты Тут один режиссер пару лет назад высказал такую идею, чтобы снять историю моих лирических песен Кстати, спец в Ленинграде, вот прямо вчера, я только утром приехал из Питера Мне предложили, значит, сделать отдельный сборник лирических песен Вот. Но у них не так много оказалось Ну, я, конечно, сейчас не собираюсь назвать ни имен, ни фамилии и так далее Ну, во всем случае, как-то всегда, это имело какие-то конкретные, конечно, точки приложения Начну я с песни «Снег» В керамине этой песни ничего, например, какие-то поцелуи у нас вообще не было Это, конечно, было вообще такой нетипичный для меня случай, конечно Вот, да, я что, был очень молодой Вот. У меня тут позвонила одна дама из Питера где-то месяца два назад Говорит, я корреспондент такой, это журнал, я хочу взять с интервью там Я говорю, ну, хорошо, давайте, я говорю, о вашей краске жизни Я говорю, хорошо И вдруг он мне говорит, а вы помните, как мы с вами все в Саргонце целовались в параднике на улице Космонавтов Я сразу зовел и замолчал Она поняла, что интервью может отмениться Вот, да что вы, что больше ничего не было На Маяковской площади На Маяковской площади в Москве Живет моя далекая подруга В ее огне гнездо свивает вьюг Звезда горит в вечерней синеве Судьба моей извилистая нить Стремительностью близкая к полету Спешит она утрами на работу Морозный снег блестит на рукаве Наш странный затянувшийся роман Подолен многолетний катастроф Другим по вечерам варить вьюг Смотреть с другими в утренний туман Смотреть с другими в утренний туман Но в час, когда подводный аппарат Смотреть с другими в утренний туман Ее печаль меня во тьме нагонит И из пучины вылетит назад Но в час, когда в затылок мне мешает Беда ложится тяжестью на плечи Меня от одиночества извлечь Ее непостоянная душа На Моинговской площади в Москве За темную опущенную шторм На столью лампы свет горит, который Сияет мне, как путеводный свет Пусть седина змеится на виске Забудем про безрадостные были Пока еще про нас не позабыли На Моинговской площади в Москве Пока еще про нас не позабыли На Моинговской площади в Москве Но в развитии этой истории не очень весело Налегла еще одна песня, написанная в тот же адрес Лет так через 15, которая что-то немного проясняет эту историю Красный Кабриолей Мы с ней встречались немало лет, но после огонь погас Она переехала в Новый Свет Она переехала в Новый Свет, где и живет сейчас Она, выйдя замуж за старика, переехала в Новый Свет И купила стремительный, как река, красный Кабриолей Кабриолей Мы с ней обиделись пару раз обочин чужих дорог Она за очками щурила глаз, глядя куда-то в го И наша встреча была просто Как облетевший цвет А рядом стояла ее мечта Красный Кабриолей Пожелтевшие листья били в стекло Время вперед текло Я всегда вспоминаю о ней тепло Она почему-то зла Я ей благодарен за те года Она почему-то нет Несмотря на дом, в котором горда И красный Кабриолей Я ей благодарен за те года Она почему-то нет Пусть будет счастлив пути всегда Красный Кабриолей Спасибо Спасибо Так Вот мне прислали мою собственную, значит, песню под Экатор Почему-то весь текст да, спасибо большое я вообще помню будьте добры, если можно спойте право кадра танцевания а, вот что, это я все чувствовал так же а вы смогли выразить это, если не в тему то песня Буляк Хлынова, да? ну, хорошо, это грустная очень песня надо сказать не смог отвертеться а, ну да, а тут еще давайте начнем с чего-нибудь другого, я ее спою спать кингру под дождем я ее я ее не помню, Наталья пришлите текст нет, нет, я ее здесь не помню, кингру под дождем она есть на этом диске последнем а вот, спасибо за хорошие отзывы в фильме а вы смотрели Джуди а, Хелло Джуди, смотрели эту серию про любовь, да? 23-ю, что ли? спасибо кингру под уже боюсь, что не спою, а вот на Леградской песенку спою тут, прости меня спеть дело в том, что в Ленинграде извините, что я говорю Ленинград я все время поясняю, что я родился в 1933 году и первые слова были папа и мама а третье Ленинград про дедушку Ленина и все его замечательные качества я вас назначил там позднее для меня Ленинград блокадой петербургской, не скажешь я поэтому называю Ленинград ну, извините я понимаю, что правильно, что выразили историческое имя но для моего-то несчастного поколения вот так Ленинградом и останется да, значит и там вот если идти по Большому проспекту это говорят, что отличает жителей Васильевского острова от жителей Петроградской страны чисто питерский анекдот что жители Петроградской страны ходят по Большому и по Малому а жители Большого и Последнего потому что там есть три проспекта так вот, если идти по Большому или по Малому скажем, я не знаю Тучково-Мосток, площадь Льва Толстого там есть улицы поперечные которые носят название удивительно так, Подковырово, Подрезово это какие были такие значит, у нас герои гражданской войны значит, Бармалеево и Плуталово а значит, я там жил английский купец Брамлеев в свое время поэтому назвали улицу Бармалеево ну, в русском я помню, что в сороковом году когда папка меня возил я маленький помню там, в шесть лет значит, когда отец возил меня значит в Зоосатые Петроградские мы гуляли по этой улице и он сказал, это улица Бармалеева я был потрясен что в честь Бармалея назвали улицу а того малолетний дурачок не знал что именно Калий Ивановичиковский гуляя там взял для своего Бармалея вот это название с этой улицы как раз, все наоборот и вот, значит эти же названия улиц они ложатся как бы строчку Подковырово, Подрезово, Бармалеево, Плуталово я написал такую песню на Петроградской подковырово, Подрезово, Бармалеево, Плуталово успокой меня нетрезвово подподри меня усталово Ах, родная Петроградская меж Большой Невой и Евка там, примерно, Чебратьского там, влюбляться больше не в кого Ах, родная Петроградская меж Большой Невой и Евка там, примерно, Чебратьского там, влюбляться больше не в кого Почему в моих глазах тоска на губах моих ирония по Витенской и по Лахтинской ходят люди посторонние ходят с вечера до вечера а зверинский пока чисто здесь искать мне больше нечего все былое смыто начисто ходят с вечера до вечера а зверинский пока чисто здесь искать мне больше нечего все былое смыто начисто Бармалеева, Плуталова Только разве дело в имени? Все подруги стали старыми, Все друзья мои повымерли. Ты меня припомни резвого, Да безаборствия гаталого, Отковырала подрезого Бармалеева, Плуталова. Ты меня припомни резвого, Да безаборствия гаталого, Отковырала подрезого Бармалеева, Плуталова. Так, ну что, взялся, значит, За фигуру ходи, да? Сейчас. А мы помним, я очень редко, Я один и второй запятый, Знал писан? День Победы последний раз написан. Да, это крутая песня. Где когда-то умирали наши деды, Нынче время не пирушек и охот, Озаряется салютами Победы По Москва-яке плывущий теплоход, Вновь на китере навесили награды, Отправляясь на прогулку по воде, Командиры заградительных отрядов И расстрельщики из войск НКВД. Провокаторы танцуют под экатором, Не поймешь на современном рубеже, Кто из них еще сегодня провокатор, Кто на отдыхе заслужен уже Не осталось от героев и помимо Позабыть их невостребованный прах. Но тем, кто им тогда стреляли в спину, Все при пенсиях теперь и орденах. Но тем, кто им тогда стреляли в спину, Все при пенсиях теперь и орденах. В небе отблески последнего заката И прожектора вскрещенные лучи. Провокаторы танцуют под экатором, Пьют за Сталина в буфете палачи. Посидевшие и грустные мы попаши, Верноподанные в падающий раш. Будто их победа нынче, а не наша, Будто их сегодня праздник, а не наш. Будто их победа нынче, а не наша, Будто их сегодня праздник, а не наш. Особисты и сотрудники охраны, Что подставлены в советах на учет, И они сегодня тоже ветераны, Все мы слава им сегодня и почет, И на полубе прогулочной покатой Заменяют тех, кто ими погребен. Провокаторы танцуют под экатором, Старый танец позабывшихся времен. Провокаторы танцуют под экатором, Старый танец позабывшихся времен. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мальчик Кудрявый Козы теснятся, белые вокруг Нет только братца, затерялся друг В мире, в котором нам столько просло Моли и горы, солнечным дымом Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож Брату моему Вновь, как когда-то, сто веков подряд Руку на брата поднимает брат В мире, в котором столько простора Моли и горы, солнечным дымом Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож Брату моему Жили, не каясь, так будем жить Прадед наш каин дал нам эту нить В мире, в котором столько простора Моли и горы, солнечным дымом Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож Брату моему Это вопрос, Саш, к вам Не видим вот это, отвечайте Так, вопрос Не видим в апрельской афише концерта Своем вместе Каково будущее этого проекта? В этом сезоне еще будут концерты? Отвечаем 23 февраля здесь должен был быть концерт Сергея Никитина из цикла биографии Он заболел Концерт перенесли на ту дату, на которую была назначена споем вместе То есть на 1 апреля И мы к стыду своему в апреле уже хотели отказаться от того, чтобы вообще петь вместе Но потом, почесав, как говорится, репу сказали Ну ладно, давайте споем, но не в политехническом А у себя где-нибудь около центра авторской песни 9 апреля В большом зале Это самый культурный центр дом Большой Овчинькинский переулок 24 Сегодня подошла Юлия Константиновна И так вот как-то немножко снизу вверх глядя Я даже растерялся Вот сказал А мы уже на следующий сезон Все даты для споем вместе назначили Вам Галя не говорила? Нет, не говорила Но даты назначили Так что 9 апреля в дому А по-моему 8 мая Будем отмечать день рождения Куджа в день победы Тут И весь следующий сезон Ура Спасибо Вообще странно как-то петь не в политехническом А что делать, не пропускать же Вечер будет называться Надежда, я вернусь тогда В смысле вернусь Мне 11 лет Мои любимые парни вы и Высоцкий Через все правильно привезли Мне интересно Знакомыли вы были с Высоцким Был знаком Гриша И есть в книжке Следующий океане Есть в моем вспоминании О Владе Высоцком И даже в фильме И там есть такая серия Которая называется Поющие 60-е Где живой Высоцкий История нашей с ним Значит знакомства И где он там поет И всякое такое Так что вот В фильме даже интереснее Чем в книжке Там посмотреть можно Это какая-то серия Вот из этого сериала О котором я говорил Ну хорошо Живой Высоцкому Живой Высоцкому Ну уж это может быть Тут нет такой Заявочки Обычно мы Ага Ага Заявочка А в Донском монастыре Заявочка Спит в Донском монастыре Время птичьей Время птичьей странствий Спит в Донском монастыре Ага 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 В земле излетит в пространство, А в Донском монастыре сладко спится на заре. Жиль свою, проживши на бегу. Жиль свою, проживши на бегу. Только тем я утешаюсь все же, Что ни у кого я не в долгу. Да и мне никто не должен тоже. Разбежались по воде круги, Прошлое теряется в тумане, И отчизне отдавал долги, Тридцать лет мотаясь в океане. Поиссякла молодая прыть, И хребет согнулся от работы. На зло не надо мне сводить с родиной Финансовые счеты. Не бежал я к дальним берегам, Говорил по-русски без акцента, Ни друзьям, ни близким, ни врагам. Никому не должен я ни цента. В сердце не смолкающая боль, Говорит, что нет пути назад там. Вероятно, лишь перед тобой Я в долгу остался неоплатным. Обрывают дневные дела, Законы, тишь. Вот и осень моя подошла, Я молчу, ты молчишь. Только у ранов полуночный бой, До них утренний дождь. Мы, конечно, не вечны с тобой, Я уйду, ты уйдешь. Я с подругами падал в траву, Селевик, Селевик. Мне казалось, и я прожил Без любви, без любви. Ты меня, дорогая, прости, Оправдания нет. Чтоб тебя потерял я в пути Столько лет, столько лет. Пожелать эту смуту в крови Не хочу и врагу. Все на свете живут без любви, А вот я не могу. На моем, на коротком веку, Да любовь не умрет. Я мотиву приложу строку И отправлю в полет. Я шпырну эту песню во мрак, Где батон утону, Как бутылку с запиской моря В штормовую волну. Заметет нас обвение снег, Но струною зменя, Да любовь сохранится навек Без тебя, без меня. Заметет нас обвение снег, Не беда, не беда, А любовь сохранится навек Навсегда, навсегда. Я думаю, что если книжка Будет на реческих стиховых песен, То начнется она Будет на улице Этой песни старой. Написк, как ни странно, На ночной вахте В Чукотском море, Аж где, в сентябре, в сентябре. Сильный бессильный, Винный-безвинный. Словно в кинофильме Восемь с половиной. Забываю вещи, забывая даты, Вспоминаю женщин, Что любил когда-то. Забываю вещи, забываю даты, Вспоминаю женщин, Что любил когда-то. Вспоминаю нежность их объятий сонных В городах заснеженных, в горницах тесовых В теплую Японию улетали стаи Помню все, не помню, почему расстались В теплую Японию улетали стаи Помню все, не помню, почему расстались Вспоминаю зримо декорации тени Бледные от грима, девочку на сцене Балаган забойный, песен и христалищ Помню все, не помню, почему расстались Балаган забойный, песен и христалищ Помню все, не помню, почему расстались Тех домов обои, где под воскресенье Я ссор с собою находил спасенье Засыпали поздно, поздно просыпались Помню все, не помню, почему расстались Засыпали поздно, поздно просыпались Помню все, не помню, почему расстались Странно, очень странно Мы с подругой жили, там чужие страны Комнаты чужие А встановку комнат помню, до деталей Помню, все не помню Почему расстались Обстановку комнат Помню, до деталей Помню, все не помню Почему расстались Вверху строго-строго Счастья до утра лишь Ты меня в дорогу снова собираешь Не печалься полным Видишь, скепр остаял Одного не вспомнил, почему расстались? Не печаль, все полно, видишь, снег растаял, Одного не вспомнил, почему расстались? Мы просили спеть «Жаркое ледь в Париже» В полудневном чину от холма, где собор, сокрыка И до плязда конкор, где на солнце блестят мостовые Неправильно, еще раз, рифма же, ну да В полудневном чину от холма, где собор, сокрыка И до плязда конкор, где на солнце блестят мостовые Я с подругой пройду, ее руку сжимая в руке Через весь этот город, который увиден впервые Погляди под мосты, где качает речная вода Иллюстрации яркие в детстве прочитанных книжек И, наверное, ты не забудешь уже никогда Этот солнечный день, это жаркое лето в Париже Я пройдил по тайге, я другие любил города Погружался на дно, поднимался к поверхности снова Но в дождях и бурге, и подумать о нем он никогда Как прекрасно оно, ощущение счастья земно Кто сказал вам, друзья, что для жизни достаточно Рим И мне этот город гораздо милее и ближе Словно юность моя, он прекрасен и не повторил Это солнечный день, это жаркое лето в Париже Я спускался с вершин, замерзал над рифующим льдом Гнал порогами плод, досковал с нелюбимой женой Я немало грешил, от судьбы я пощады не жду Знаю я наперед, что на завтра случится со мною Но когда за окном, не давая мне больше дышать Забылает закат надо мной по осенним рыжим Перед будущим сном я, наверное, вспомню опять Этот солнечный день, это жаркое лето в Париже Но когда за окном, не давая мне больше дышать Забылает закат надо мной по осенним рыжим Перед будущим сном я, наверное, вспомню опять Этот солнечный день, это жаркое лето в Париже Ну хорошо, вернемся к истокам родного города Мне трудно, вернувшись назад С твоим населением слиться Отчизна моя Ленинград Российских провинций столица Как серы твои этажи Как света на улицах мало Подобно сведению канала Твоя нетекучая жизнь На Невском реклама кино А в зимнем по-прежнему венчи Но пылью закрыто окно В Европу ненужное нынче Десятки различных привет Приносят тревожные вести Дворцы и канала На месте На прежнего города нет Но в прессе твоих хвостовых Белыми из лякоть и тени Пока на гранитах твоих Любимые чудятся тени И тянется хромкая нить Вдоль времени зыбких обочин И теплятся белые ночи Которые не погасить И в рюмочной на маховой Среди алкашей утомлятных Мы выпьем за дыхно дневой Из стопок простых и граненых За шпили твоих окоем За облик неменящий прошлый За то, что покуда живешь ты И мы как-нибудь проживем За шпили твоих окоем За облик неменящий прошлый За то, что покуда живешь ты И мы как-нибудь проживем Спасибо 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 Спойте, пожалуйста Писью серых гномов Да Мы что-то не пели Значит, у меня в книге «Следу океане» целая глава, называется «В театре всеусловно». Есть такой стишок у меня, если я сейчас вспомню. «Позаказывал чаще приватно, над холодной водой не вы. Много лет я писал для театра, написал понапрасну, увы. Молодой, потому и не зоркий, режиссерский блюдя интерес, То романсы, то песни, то зонги, сочинял я для будущих пьес. Худсовет, игроком комсомола, страдав не эти года, В этих песнях искали крамолу, ее находили всегда. Никогда этих песен не слышал, потому что опять и опять Переклеивали афиши, чтобы автора песен убрать. Все травой покрывается буйной, и захлоплась в прошлые двери. Этих песенок чертова уйма у меня накопилось теперь. Нынче травы на свете другие, но когда раскисаю совсем, Донимает меня ностальгия по спектаклям без песен. Понимаете, я много лет писал песни еще в Питере и так далее, Всегда что-то запрещали, всегда что-то находили не то. Но это вот так раз случай немножко другой, Где-то лет так 15 назад, или уже 20, Позиция моего Докембрия уже путаница в этом самом. Я сейчас был в этой самой, в Казани, У меня читал две лекции, три лекции, Читал на геологическом факультете там, Всякие геологические, а потом, И меня возила такая молодая девица, Я думал, я скажу, что, я говорю, Катюш, а вы на каком курсе, да, третьем? Она обиделась, сказала, я уже не на курсе, Я кандидат наук и зав-зав кафедры. Я уже, я, господи, как же я старый, Что же, уже такие вещи не различаю, ужас какой. Вот такое дело. Я обиделась, прям поджала богу и привет. Да, ну, замечательно. Так вот, спектакль по, А, кстати, новая песня будет с моим. Спектакль по Астрид Лидгрену, Замечательная шведская писательница, Я побывал ее в родном городе прошлой осенью, Вот. И там называется он Ронни, дочь разбойника. Это сказка, замечательная, светлая сказка, Как все Астрид Лидгрен. И там шведский такой, да, Скандинавский лес, мальчик, девочка, Так и Ромео Джульетта, влюбленный друг в друга. Но лес сказочный. И там разные сказочные персонажи, В том числе не очень хорошие. Но самые плохие, это гномы. Это не Толкиновские мудрые гномы, Это другая популяция, Так называемые серые гномы. Они, значит, днем где-то что-то прячутся, Их не видать. А вылезают ночью. Объединяются большие банды И нападают на одиноких путников В самых глухих участках леса. Дальше происходит следующее. Если ты их, значит, не боишься, Они остаются маленькими серенькими, без вреда. Если ты их боишься, Они начинают вырастать пропорционно твоему страху. И становятся, разделяются себя, там, выше. Они агрессивны, уже заработать, закусать, кровь выпить. В общем, ребята, нехорошие. А, и так понимаешь, что вроде, ну, не бойся, и обойдется. А как не бояться? Ты один? Их много. А лес глухая. Проблема. Марш. Да, ну, я так сказки дописал, дописал, А тут где-то на какого-то выступления Получил записку. Вот так, подожди, жидовская морда. Мы к власти придем, Мы тебе перво за ноги повесим И подпись «Серые гномы». Там, где лес, грустит оленься, Где качает солнцный ветер, Где в зеленом лунном свете Спит озерная вода. Мы идем в минуты эти, На людей поставить сети, Все и взрослые, и дети. Разбегайтесь кто куда. Гномы, 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 Не найдем жить я чужому, Поведем его от дома И возьмем на аппортаж. Если ты не пахнешь серой, Значит, ты не нашей веры. Если, но ты не серый, Это зачем ты не нашу? Наши глаза сверкали в точке, Мы слабы поодиночке, Но, собравшись вместе ночью, Не боимся никого. Нету силу и народца Против нашего народца. Груди, ежели придется, Встанет все только одного. Гномы, 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 Не найдем жить я чужому, Поведем его от дома И возьмем на аппортаж. Если ты не пахнешь серой, Значит, ты не наша вера. Если, но ты не серый, Это зачем ты не наш? Я считаю, что боятся, Они вырастают и гибаются В последнюю атаку С последним куплетом. Мы, борцы, эктузиасты, Человек наш, брак и баста, Словно волки мы зубасты, Ядовитый, как коса. За античество родея Изведем его злодея, Наша главная идея, Бей людей, спасай леса. Гномы, 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 Не найдем жить я чужому, А ведем его от дома И возьмем на аппортаж. Если ты не пахнешь серой, Значит, ты не наш и вера. Если ты не серый, Это значит, ты не наш. Гномы, 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 Не найдем жить я чужому, А ведем его от дома И возьмем на аппортаж. Если ты не пахнешь серой, Значит, ты не наш и вера. Если ты не серый, Это значит, ты не наш. Ну, одна из самых последних песен. Никаких дисков нет. В городе этом далеком Море синеет и звуком, Облако в небе, как локон, Сосни и скалы вокруг. Если судьба к тебе боком, Ты в небесении глубоком, В городе этом далеком Руку подаст тебе, друг. Если судьба к тебе боком, Ты в небесении глубоком, В городе этом далеком Руку подаст тебе, друг. Тут ни леса, ни степи, Голы смыкаются в цепи, Сохнут хвастские сети, Клещутся волны у ног. Славная девочка Пеппи, Храбрая девочка Пеппи, Рыжая девочка Пеппи, Свой надевает челок. Славная девочка Пеппи, Храбрая девочка Пеппи, Храбрая девочка Пеппи, Свой надевает челок. Все, блин, уже это прекрасно, Есть от болезни лекарства, Есть неврешительный час твой, Самый грешительный час. В дуну твой испытанный канцем, В меру питанный канцем, С крыши слетающий канцем, Верную луку подаст. Труд в испытанный канцем, Вверх впитанный канцем, С крыши слетающий канцем, Верную луку подаст. Нет, 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 нет. Скажут, кому мы не спросим, Скоро кончится осень, Быстро кончается осень, Лыжи и санки готовы, Даже и в семьдесят восемь, Даже и в семьдесят восемь, Даже и в семьдесят восемь, Хочется верить в любовь, Даже и в семьдесят восемь, Даже и в семьдесят восемь, Даже и в семьдесят восемь, Хочется верить в любовь. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, дорогие друзья. Так, встреча приближается к концу, Я тут просмотрел Все новое, сегодня услышал Много того, чего я слышал раньше. Ну, спасибо. Ну, понимаете, Атлантов, конечно. Спасибо за поздравление, Сейчас споем. Я только... Угу. Ну. Куда ж пожили французского посла? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А мне не тали с ней о Сенегале, А ни поля, родные, ни леса, А в Сенегале, братцы, в Сенегале, Я такие видел чудеса. Ох, не славы, братцы, Ох, не славы, Блеск волны, Мерзание весла, Хор! Крокодилы, пальмы, бабавы И жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабавы И жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, И она по-русски нифига, Но как высокая, Грудья, ногая, Как нога, высокая нога, Не нужны тебе другие бабы, Всю мне душу Африка свела. Хор! Крокодилы, пальмы, бабавы И жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабавы И жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, Что такое сделалось со мной? А все у меня сон один и то же слиться, Широко экранный и цветной, И в жару, и в стол, и в ненастье Все сжигает от меня до тла. В нем постель распахнутая, Настя, и жена французского посла. В нем постель распахнутая, Настя, и жена французского посла. Жил я достаточно долго, Где я умру, неизвестно. Определение дома, Определение места. Все опознать его, Сирюсе, Запечатлеть его в слове. Я родился на Васильевском, Мать и отец в Могилеве. Внучки родились в Израиле, Рядом с погибшим Содомом. Кто растолкует меня правильно? Что мне считать своим домом? Домом гнал ураган меня галцами, С яростью невыносимой. В спальний мешок забирался я, Пахнущий дыбом и псиной. Север пургой меня потчевал Над океаном бездонным. Кто объяснит мне доходчиво, Что мне считается домом? Долго не ведал я палубень истины В горьких обладках. Жил я подолгу на палубах разных судов И в палатках, Там, где для мыслей подобных попросту Не было времени. Определение дома, Определение племени, Жившей с тихами песнями, Был бы, возможно, всегда я Счастлив с подругой, Если бы не появлялась другая. Таинство детского лебеда, Блин, что останется комом? Кто объяснит мне бестрепетно, Что мне считать своим домом? Предки, что газом удушены, В общей исчезли могиле. Дом мы в блокаду разрушены, Людям жили другие. Необратимо потеряно все, Что с рождения доно нам. Кто объяснит мне уверенно, Что мне считать своим домом? Город ли желто-медовый? Это заснеженные мысли И определение дома. Определение смысла жизни, Что теплится вроде бы, Значит, не кончился порох. Определение родины, Призрачной точки опор. Когда на сердце тяжесть, Не холодно в груди, К стопею эрмитажа, Эмсурки лети, Тебе святей хреба, Забытые века, Атланты держат небо На каменных руках. Атланты держат небо На каменных руках. Держать его в махину, Немен со стороны, Напряженные спины, Колени светены. Их тяжкая работа, Ваши иных работ, Из них осадник, кто-то. И лево упадет, Из них осадник, кто-то. И лево упадет, Во тьме сопрочит в доле, Повыгорят поля, И в садах грим не ловы, И кончится земля. А лета год от года Вседали тяжелей, Дрожит оно, откуда, Ракетных кораблей. Дрожит оно, откуда, Ракетных кораблей. Стоят они, ребята, Танченые тела, Посадлены кармата, А седа не пришла, Их смерть не вновь не радует, И в ночи не до сна. Их красоту снарядами Уродует война, Их красоту снарядами Уродует война. Стоят они навеки, А першил бы в виду, Не боги, человеки, Привыжные к труду, И жить еще надежде На той пары пока, От планты неба дедных На каменных руках. От планты неба дедных На каменных руках. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Сейчас сажусь туда и всем все подписи, пока что надо. До новых встреч, какие наши годы. Правильно?